Добрый день! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Булучевская. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Менее смертелен, но более коварен. Омикрон уже в Омске. О нарушении закона со всей душой. Пьяный водитель поделился с таксистами своими планами на поездку, а тот его сдал. Какое наказание грозит чересчур откровенному нарушителю? Убийца или жертва в эти минуты с последним словом выступает рецидивист, который зарезал футболиста Иртыша. Была ли на самом деле самозащита, как пытается убедить суд обвиняемый? Ястребы высокого полета. Сразу четыре игрока авангарда попали в расширенную национальную сборную, когда команда отправится в Пекин. И в прорубь с головой. В этом году купели для крещенского ритуала подготовят даже в городе и по традиции в области. В МЧС призывают омичей не пить воду из Иртыша. Роспотребнадзор официально подтвердил появление в регионе Омикрона. На сегодня в Омск области зарегистрировано уже 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Первый из них – завозной. Заболевший прибыл из Казахстана. Заражение выявили сразу прямо в аэропорту при осуществлении санитарно-карантинного контроля. Еще один пациент привез вирус из Ханты-Мансийского автономного округа. Остальные заболевшие регион не покидали, но посещали массовые места, подчеркивают специалисты. Инфекция протекает у пациентов в легкой форме ОРВИ. Все, кто с ними контактировал, также прошли обследование. Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора. Больше налоговых отчислений и высокопроизводительных рабочих мест. НПО «Мир», одно из ведущих приборостроительных предприятий региона, собирается расширять производство и захватывать новые рынки, в том числе за рубежом. Своими планами руководители компании поделились с губернатором Александром Бурковым. Сегодня гости из областного правительства осмотрели производственные линии и обсудили с заводчанами перспективы сотрудничества. Напомню по закону, устаревшие приборы учета и контроля на электросетях постепенно заменяются интеллектуальными. Ранее компания поставила оборудование на миллиард рублей компании «Омск Электро» и потери энергии снизились с 16 до 6%. Сейчас новые счетчики устанавливают для Россетей. Заказов так много, что все выполнить не получается. Поэтому НПО «Мир» и собирается оборудовать еще три производственных линии. Мы видим, как минимум, можно посмотреть в ближайшие годы еще под миллиарды рублей инвестиций, которые предприятие «Мир» планирует. И, что важно, с резким увеличением налоговых платежей, как в федеральный бюджет, так и в областной. Ну и, естественно, инвестируя новые средства в новые производства, это, соответственно, появление еще новых рабочих мест. С точки зрения объемов производства, да, мы сделали 30-процентный рост. И теперь наш, вот, скажем так, каждый пятый прибор учета, устанавливаемый в основной электросетевой компанией нашей страны, это группа компаний «Пауэр Сити», является прибором учета НПО «Мир». Соответственно, он сделал на Омской земле, на Омском предприятии. И я думаю, что нам есть чем гордиться и всему нашему городу тоже. Нетрезвое путешествие длилось недолго. Госавтоинспекторам пришлось буквально вытаскивать из-за руля грузового автомобиля «Пьяного меча». 25-летний любитель выпивки на рабочем автомобиле собирался отправиться в ночное путешествие до Калачинска, но не успел. Добраться до пункта назначения нетрезвому лихачу помешала излишняя откровенность. О своих планах он успел рассказать таксисту, который и подвозил хмельного мужчину до производственной базы. Бдительный водитель недолго думая обратился к сотрудникам ГИБДД. Идти оперативно прямо на выезде задержали нетрезвого искателя приключений. Выяснилось, что ночью мужчина дежурил на базе, выпил и отправился за добавкой в магазин на такси. А после планировал на служебном грузовике поехать на семейный праздник в Калачинск. Сейчас машина на штрафстоянке, а ее угонщик в отделе полиции. Оказалось, что молодой человек уже не в первый раз имеет проблемы с законом. Прежде неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь нарушитель фигурант уголовного дела. Расследование продолжается. Амичи могут получить налоговый вычет за покупку квартиры в двойном размере. Об этом рассказали федеральные эксперты. Нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, приобрести жилье, будучи в официальном браке. Во-вторых, стоимость квартиры должна быть не менее 4 миллионов рублей. И самое главное, ни в коем случае нельзя перекупать квадратные метры у родственников. Иначе налоговый просто откажет в компенсации. Напомню, обычный имущественный вычет составляет 30% от потраченной суммы, но не более 260 тысяч на одного человека. Супруги же вправе получить такую выплату на каждого. То есть за покупку квартиры можно будет вернуть 520 тысяч рублей. Резонансная история близится к развязке. Буквально несколько минут назад в областном суде началось заседание, на котором с последним словом выступит Георгий Лигачев. Мужчина обвиняется в убийстве экс-игрока РТШ и может провести остаток лет за решеткой. Для рецидивиста прокурор требует пожизненного заключения. А 10 лет грозит его подельнику, инициатору кровавого ограбления Александру Нагорняку. Трагедия, напомню, произошла в Нефтяниках год назад. На Дробыша и Раманчука напали рецидивисты. Ограбление переросло в поножовщину. Виталия Раманчука удалось спасти, а вот Егор Дробыш получил удар в сердце и скончался на месте. Отмечу, что один из обвиняемых, Лигачев, активно защищается. Он пытается выставить себя жертвой рокового стечения обстоятельств. Настаивает, что истинные инициаторы смертельной потасовки – футболисты. Они якобы были под действием психотропных веществ. Что расскажут преступники в последнем слове, узнаем уже в следующих выпусках новостей. И к другим темам. Хочет начать изучать мир самостоятельно, и желания могут стать реальностью. Маленький Мирон Резник в свои 4 года до сих пор не ходит. У ребенка тяжелый диагноз. Но именно с помощью мечей чудо может свершиться. Мальчику требуется срочная операция. Провести лечение по специальной технологии согласились в одной из больниц Испании. А после необходим курс реабилитации. Его также придется проходить за границей. Процедура дорогостоящая, родителям не по карману. Как помочь, расскажем в следующем материале. Ты зачем делал? Ты что без очки? Ну сколько? Я чтоб не ждать. Чтоб не ждать? А я когда поделюсь? Четыре у тебя. В его возрасте мальчишки мечтают о новых машинках и конструкторах. Мирону 4 года. И его мечта выйти во двор к другим ребятам. То, что мальчик сейчас может говорить, пусть медленно, это уже большое достижение. Результат ежедневных занятий. Проблемы со здоровьем сына мама Мирона заметила, когда ему исполнилось 4,5 месяца. Побывала на консультациях у 10 неврологов. В итоге страшный диагноз. Детский церебральный паралич. С этого момента вся жизнь семьи Резник – это вереница обследований и приемов у врачей. Пять раз в год Мирона приходится возить в другие города на курсы реабилитации. Лечебная физкультура и массаж проходят в Омске. За четыре года самое первое, самое яркое – он научился кушать. Мы сосали бутылочку. Несмотря на все усилия родителей и медиков, в марте 2020-го рентген показал ухудшение. Чтобы помочь Мирону, нужно четыре операции. Очень болезненные и тяжелые, особенно для ребенка. Целый год Мирон должен будет провести в гипсе. Это значит никаких реабилитаций. Мама Мирона очень боится, что все так тяжело завоеванные достижения будут потеряны. Впрочем, есть альтернатива. В одной испанской клинике есть уникальная разработка. С помощью операции на сухожилиях врачи скорректируют деформированные суставы. В Испании неделя гипса и сразу реабилитация. После операции нам нужно будет послеоперационное обследование и будет реабилитация. Опять же, именно у этого врача. Там определенная какая-то система. Именно что не как у нас там ЛФК, логопеды, дефектологи. Ну, как мы привыкли, к какой реабилитации мы привыкли. А там более нейрореабилитация. То есть там именно врачи проводят гимнастику, проводят там медикаментозное лечение. Оплатить реабилитацию и проживание в Испании самостоятельно семья не может. Для этого нужно больше 2,5 миллионов рублей. За помощью Наталья Резник обратилась в благотворительный фонд «Радуга». К нам обратилась семья Резник-Мирона. Мальчику 4 года. Ему нужна послеоперационная реабилитация. Саму операцию оплатил другой благотворительный фонд. Реабилитация будет проходить в той же клинике под личным контролем оперирующего врача для закрепления результата операции. Помочь маленькому Мирону может каждый. Для этого достаточно отправить смс на номер 3434 со словом «Помогите» и любой суммы пожертвования. Внести свой вклад в лечение Мирона можно и на сайте фонда «Радуга». Для этого нужно ввести адрес электронной почты и выбрать сумму. Константин Лондон, Анастасия Вишова, 12 канал. Омск в очередной раз атакует армия умных машин. В городе стартовал ежегодный всероссийский фестиваль «Робофест». Уже сегодня юные гении инженерной мысли презентуют модели роботов, которые в будущем изменят нашу жизнь к лучшему. Площадкой фестиваля станут Омский государственный педуниверситет и областной конгресс-холл. В программе развивающие конкурсы и интеллектуальные квесты. Организаторы обещают зрелищные интерактивные площадки. Часть конкурсов для удобства пройдут в режиме онлайн. В Омске отборочные турниры в рамках региональных соревнований продлятся 4 дня. После авторы самых интересных и перспективных идей отправятся в столицу, где будут бороться уже за первенство на всероссийском этапе. Конкуренция на Омском этапе намечается серьезная. Своих роботов представят команды из всех регионов Сибири и Казахстана. У нас получается 231 команда, 135 из Омска и Омской области. Это более 250 участников. 86 команд из других регионов, это около 180 участников. Республика Казахстан и 19 регионов России. Есть теоретический этап. Они имеют свой личный кабинет на федеральной платформе. И ребята, получая там задание, будут сегодня списать Олимпиаду по физике. Профиль робототехника. И далее у них будет 21-22 число, будет в конгресс-фоле в областном, практический тур. Это такая вот, как сказать, новинка. Крупнейший в Европе молодежный робототехнический фестиваль проводится уже 12 лет, как национальный финал в рамках международных состязаний. В Омске он проходит в восьмой раз. Цель – поддержать увеличение школьников точными науками. Все конкурсы направлены на становление проектного и инженерного мышления у молодежи. Платье для парадного бала и костюмы для прогулок по дворцовым паркам. Мамичкам предлагают примерить образ придворных дам 18-19 веков. Исторические наряды уже несколько лет шьет художник по костюмам Мария Стрельчунас. Модельер кропотливо воссоздает детали, ориентируясь на картины художников, старинные фотографии и фильмы. За годы работы в ее мастерской скопился гардероб «Истинной леди». И этой красотой она готова поделиться со всеми желающими. Об одежде, которая спустя века по-прежнему популярна, материал Натали Бельской. Это придворное платье 70-х годов 19 века. Вот недавно выходил фильм «Матильда». Там одевались все в этот период. В гардеробе Марии Стрельчунас даже самая капризная придворная дама подобрала бы себе наряд. Приталину силуэт, пышный низ и роскошный тяжелый бархат подходят для вечернего бала. А вот дневной костюм из шелковой юбки и легкой кружевной блузки. В таком моднице щеголяли на прогулке в парке. Внешний вид красавиц строго соответствовал дворцовому этикету. Внимание в одежде уделяли каждой детали, особенно цвету. Четко было сказано, что если королева будет в зеленом, в зеленом быть никого не должно быть. Ну, нам может себе это позволить. Если, не дай бог, кто-нибудь придет в зеленый и еще хуже будет выглядеть в этом хорошо, то сразу будет реакция очень серьезная. Любовь к историческому великолепию Марии привела прабабушка. Помимо утонченного вкуса, в наследство от нее художнице достался дубовый диван 19 века, у которого за два столетия поменяли разве что обивку, а еще различные миниатюрные антикварные вещи. Прорезыватель для первых зубиков в виде золотой симки. Такую ребенку вешали на шею как украшение. Декоративный флакончик для духов, брошь, цветы из шелка и кружевное белье. Тоже начало 20 века, рубашечка на корсет. Посмотрите, какая тонкая работа, какая ажурная. Прабабушка шила великолепно, конечно. Получила образование соответствующее того времени. То есть образованная женщина не могла не уметь шить, даже если это и не нужно будет в будущем. Пышные платья прошлых веков популярны и сегодня. Мария получает заказы через интернет и отправляет наряды в другие города России и за рубеж. А для амичек в родном городе она открыла прокат, чтобы каждая девушка могла почувствовать себя прекрасной дамой. Например, в бальном платье 18 века. Самая распространенная, это, конечно, фотосессия. Особенно очень красиво она смотрится на фоне снега. И наши барышни идут, вы видите, какой открытый лифт. И тем не менее девушки одевают его, чтобы сфотографироваться на фоне нашей сибирской зимней природы. Сейчас художница работает над платьем эпохи Рококо, когда женщины носили невообразимо высокие прически и такие пышные юбки, что с трудом проходили в дверь. На создание такого костюма может уйти полгода. Мария старается не просто сшить платье, а создать цельный образ, который подчеркнет женскую красоту. Наталья Бельская, Сергей Гаев, 12 канал. Объявлен расширенный состав сборной России, который начнет подготовку к Олимпийским играм в Пекине. В списке 37 хоккеистов, 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих. Из их числа будет отобрано лишь 25 игроков, которые поедут на главные старты четырехлетия. В расширенный состав национальной команды попали сразу 4 игрока авангарда. Семен Чистяков, Дамир Шарибзянов, Кирилл Семенов и Арсений Грецюк. В ближайшее время команда начнет подготовку на подмосковной базе в Новогорске, а после 26 января отправится в Пекин. Напомню, что ранее голкипер Ястребов Шимон Грубец также был выбран для участия в Олимпиаде в составе чешской сборной. А представительство коренных омичей на играх может вырасти до четырех. Помимо шорт-трекиста Павла Ситникова на попадание в Пекин претендует Анна Шибанова, игрок женской хоккейной команды Агидель, а также форвард Кирилл Семенов и вратарь Ярослав Аскаров. На данный момент играющие в системе СКА. Баскетболистки «Нефтяника» сегодня на выезде проведут первый матч в новом году. Соперником «Волчиц» станет дубль подмосковного клуба «Спарта-НК». В октябре команды уже встречались на Омском паркете и тогда обменялись победами. Наша команда замыкает тройку лидеров Суперлиги-1, в то время как красно-белые тоже занимают третью строчку, но с конца турнирной таблицы. Однако недооценивать соперника не стоит, поскольку хозяева могут усилиться игроками из премьер-лиги. Да какая нам премьер-лига, вы посмотрите, у нас тут вот просто команда, ух, у нас одни таланты. Поэтому на самом деле все это возможно, но я считаю, что у нас уже отличный коллектив сработанный за эти полгода. И мы научились понимать друг друга, ну насколько это возможно за данный срок совместной деятельности. Поэтому надеюсь, что у нас все получится. Самое главное – сыграть дружно, слаженно, помогать друг другу. И думаю, самое главное, чтобы еще болельщики на расстоянии нас обязательно поддерживали. Встреча начнется в 17.00. По омскому времени трансляция будет доступна в соцсетях баскетбольного клуба «Нефтяник». Где в России самые суровые крещенские морозы? Синоптики изучили метеокарту за несколько лет. И оказалось, холоднее всего в православный праздник бывает именно в Омске. Правда, в рейтинг попали только города-миллионники и не вошли поселения Крайнего Севера. Эксперты сравнили среднюю температуру за последние 10 лет. Так, в Омске на Крещение она составила почти минус 17 градусов. А самые суровые морозы пришлись на 19 января 2016-го. Тогда столбик термометров опускался до 35,5 градусов ниже нуля. Впрочем, это не остановило желающих окунуться в крещенскую купель. По соседству с Омском на второй и третьей строчке морозного рейтинга разместились Новосибирск и Красноярск. Ну а самое теплое крещение бывает в Ростове-на-Дону. Средняя температура 19 января здесь держится в районе минус 2,5 градусов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Автоцентр Барс Автоэксперт. Более 200 автомобилей в наличии по сниженным ценам. Вторая кольцевая 34. Телефон 91 90 91. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. Телефон 45 06 05. На ярмарке белорусских производителей готовы удивить омичей. В ассортименте большой выбор женских и мужских моделей. Комфортно будет любым ногам. Порадует и цветовая гамма. В наличии черной, белой, коричневой и даже вишневой оттенки. Освежить образ сможет даже самый привередливый покупатель. Для этого на ярмарку и привезли новую коллекцию. Подробности далее. С заботой об омичах. На ярмарке белорусской обуви новое поступление. Каждая модель не только удобная. Специальная стелька не даст подскользнуться. А натуральная кожа защитит от влаги. Здесь не только обувь для возрастных, таких как я. Но и можно подобрать для молодежи. У кого проблемные ноги, у кого они болят. Так что можно сюда прийти смело. И что-нибудь такое интересное себе подобрать. Выбрала себе две пары обуви. Очень легкая. И мой любимый вишневый цвет. Легкие, очень удобные. Не оставит равнодушными широкий размерный ряд. Мужская обувь до 49-го, женская до 44-го. Так зимний образ заиграет новыми красками. В нашей ярмарке представлен широкий выбор женской и мужской обуви. А главная ее особенность – это лечебный эффект. Она снимает нагрузку с позвоночника, а также ортопедические стельки, в которых люди чувствуют себя комфортно. Ярмарка белорусской обуви работает на втором этаже Дворца культуры имени Малунцева по 22 января включительно. Здесь же можно освежить зимний образ на выставке курток и пуховиков. Ожидается и новое поступление. Спонсор прогноза погоды ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 19 января, в Омске ясно. Температура воздуха ночью до минус 16, а в дневные часы – минус 13, минус 15. В районах переменная облачность ночью 13-16 градусов ниже нуля, а днем 11-14 мороза. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Распродажа меда с 14 января по 13 февраля. Большой ассортимент натурального меда с пиргой и восковой молью. Цветочный, маточное молочко. Акция при покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда. В подарок ТД «Корона», остановка ДК «Бараново», экспо-форум, остановка ТРЦ «Континент» и ДК «Малунцево». Таковы новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин